Здравствуйте дорогие друзья, я Сергей Балакирев и мы продолжаем курс по нейронным сетям. На этом занятии мы с вами реализуем сеть UNED, с которой подробно познакомились на предыдущем занятии, для задачи бинарной сегментации автомобилей на изображение. Для этого воспользуемся уже подготовленной выборкой следующей структуры. У нее есть общий каталог, пусть он называется dataset.sec, и два подкаталога images и masks. В этих папках представлены полноцветные изображения с машинами и их масками, причем каждое изображение имеет фиксированные размеры 512 на 512 пикселей, ну а названия файлов исходных изображений и соответствующих им масок совпадают. При этом на маске пикселефоны имеют белый цвет, а различные части автомобиля отмечены своими отдельными цветами. Для работы с этой выборкой мы с вами определим следующий класс, пусть он называется SegmentDataset, и наследуется от стандартного базового класса dataset. Далее в инициализатор этого класса передается маршрут вот к этому каталогу dataset.sec, ну и затем трансформация отдельно для изображений, для вот этих вот файлов изображений с машинами, и отдельно трансформация для изображений масок. Всю эту информацию мы сохраняем в соответствующих локальных свойствах объекта этого класса, и далее обращаемся вот к этому каталогу Images. С помощью вот этой вот функции Listedir формируется список из файлов вот этих вот изображений, которые затем сохраняются в свойстве Images. То есть вот это вот свойство Images будет содержать вот здесь вот полный путь к тому или иному файлу. Ну а свойство Lens будет равно количеству этих файлов, то есть размер обучающей выборки. И то же самое делаем для каталога Masks. Также с помощью функции Listedir мы берем список вот из этих файлов изображений, добавляем к этим файлам изображений полный путь и сохраняем в виде списка Masks. Следующий магический метод GetItem возвращает образ обучающей выборки по индексу Item. Для этого мы берем путь к изображению, соответствующий путь к маске, то есть у нас изображение и маски будут согласованы между собой. Далее загружаем эти изображения, причем изображение маски загружаем в градациях серого, то есть преобразуем изображение в градации серого. После этого применяем трансформацию к изображению и отдельно трансформацию к маске. И дополнительно у маски делаем еще два вот таких вот преобразования. Все цвета, которые меньше 250, то есть имеют не белый цвет, мы приравняем единице. А все значения, которые относятся к белому цвету, то есть к фону, мы приравняем нулю. В итоге изображение маски у нас принимает вот такой вот вид. Все точки, относящиеся к объекту, имеют белый цвет условно единицу, а все точки, относящиеся к фону, имеют значение ноль. Ну и в заключении метод len, который возвращает размер обучающей выборки. Следующим шагом объявим модель unet в соответствии вот с этой вот структурой, рассмотренной на предыдущем занятии. И пусть этот класс называется unetModel, и реализация этого класса будет следующей. Смотрите, в этой модели довольно часто используются два подряд сверчанных слоя, за которым следует функция активация relu и слой batch normalization. И таких слоев мы видим несколько вот здесь вот, потом вот здесь вот два таких же слоя, и при восстановлении, то есть при формировании маски, тоже идут два вот таких вот слоя. Поэтому было бы логично объединить их в одну модель, в один блок, и затем использовать здесь при формировании вот этой вот архитектуры. Мы так с вами и сделаем. Для этого внутри вот этого вот класса unetModel мы с вами объявим вложенный класс, который пусть называется twoConfLayers, то есть два сверчанных слоя. И этот класс будет представлять собой отдельную модель, то есть он будет наследоваться от базового класса Model. И соответственно реализовывать вот эти вот два сверчанных слоя. Как он это будет делать? Значит мы будем в инициализатор вот этого вложенного класса передавать число входных каналов. Это то число каналов, которые присутствуют во входном тензоре. Например, вот здесь вот три канала, здесь 64 канала, здесь 128 каналов и так далее. То есть вот этот вот параметр inChannels будет определять количество каналов во входном тензоре. А второй параметр outChannels соответственно число каналов вот в этих вот сверчанных слоях. В результате вот здесь вот мы в виде последовательной модели создаем первый сверчанный слой. Это вот этот вот зелененький прямоугольник. У первого сверчанного слоя у нас будет количество входных каналов inChannels, выходных outputChannels, размер ядра 3х3, паддинг 1 и байз будет отсутствовать. Потому что мы применяем слой batchNormalization дальше. Затем функция relu. Потом вот этот слой batchNorm2D с количеством каналов outputChannels. Ну и то же самое для второго сверчанного слоя. Только второй сверчанный слой будет иметь количество входных каналов outChannels, потому что на его вход будет подаваться тензор с первого сверчанного слоя. Ну а количество выходных каналов тоже будет outChannels. Все остальные параметры абсолютно те же самые. А метод forward будет иметь вот такой вот простой вид. То есть мы будем через вот эту вот модель последовательную пропускать тот тензор, который подается на вход вот этого первого сверчанного слоя. И формироваться некий выход. То есть вот так вот мы с вами опишем два подряд идущих сверчанных слоя, за которыми следует функция активации relu и слой batchNormalization. Поэтому вот здесь вот в программе мы этот вложенный класс с вами добавим. Далее в этой архитектуре мы также с вами видим множество блоков с двумя сверчанами, за которыми следует слой maxPooling. Вот первый блок, второй блок, третий и четвертый такой блок. И их тоже было бы логично описать с помощью отдельного вложенного класса. И пусть такой класс называется EncoderBlock. Значит этот класс реализуется следующим образом. Он тоже будет наследоваться от базового класса Model. И соответственно иметь инициализатор с числом входных каналов, выходных каналов. На основе этой информацией мы будем формировать вот эти вот два сверчанных слоя с помощью уже готового вложенного класса TwoConf Layers. Ну и дополнительно вот этот вот слой maxPool2D, у которого размер ядра равен 2х2 и stride тоже равен 2. Затем в методе forward мы описываем логику обработки входного тензора. Значит этот тензор пропускает сначала через два сверчанных слоя вот здесь вот и формируется выходное значение x. Вот этот вот x здесь у нас отмечен. То есть это выход со второго сверчанного слоя. А далее мы формируем еще вот этот вот выход y. Этот выход y будет получаться после пропускания вот этого тензора x через слой maxPool2D. И на выходе мы должны возвращать отдельно вот этот вот тензор x, который будет идти вот здесь вот по skipConnection, и тензор y, который будет подаваться на следующий аналогичный блок. По этому методе forward мы возвращаем сначала значение y, то есть тензор y, а потом тензор x. Соответственно вот здесь вот этот вложенный класс мы также с вами прописываем. Вот он, энкодер блок. Ну и наконец в этой архитектуре имеется еще четыре одинаковых по структуре блока, которые используются при восстановлении сигнала, то есть при формировании маски. Эти блоки мы с вами будем описывать с помощью вложенного класса декодер блок, который также наследуется от базового класса модул. Значит, в инициализатор этого класса передается количество выходных каналов, потом количество выходных каналов, и работает он следующим образом. Значит, первым делом мы с вами определяем транспонированную свертку. Вот она, идет первый. То есть мы подаем входной сигнал вот здесь вот снизу, и сразу попадаем в транспонированную свертку, в которой ядро 2х2 и смещение тоже 2. Именно поэтому здесь указываем размер ядра 2 и смещение 2. Ну а количество каналов у него будет in-channels, а выходных out-channels. Далее мы опишем с вами две вот эти вот свертки с помощью вот этого класса two-conf layers. Количество входных каналов на первый сверченный слой будет in-channels, потому что, например, вот здесь вот мы подаем тензор размер все 1024, и несмотря на то, что вот здесь вот размер тензора этого по каналу уменьшается вдвое, но потом будет идти слой конкатенации, то есть объединение двух тензоров именно по каналу. И количество этих каналов снова увеличится вдвое. Поэтому здесь вот мы должны на первый сверченный слой подать тензор размерностью in-channels. Ну а количество выходных каналов будет out-channels. Далее в методе forward мы описываем логику обработки вот этих двух тензоров x и y. Значит, первое дело мы тензор x пропускаем через слой conf transpose 2d. Это реализуется с помощью вот этой вот команды. Затем полученный тензор и тензор y мы с вами объединяем по каналам. Это делается с помощью функции cut, и здесь говорим, как будут объединяться. Сначала берем тензор x, потом тензор y, и размерность, по которой они будут объединяться. Dim1 означает каналы, поэтому мы делаем объединение именно по каналам. Первый размерность это batch, потом каналы, ну а затем размер карт признаков. Поэтому здесь идет объединение по каналам. Полученный объединенный тензор мы пропускаем через два вот этих сверчных слоя. Это вот эта вот последняя строчка. Ну и полученные значения мы здесь возвращаем. Return u. То есть вот так вот можно описать работу этого блока с помощью класса DecoderBlock. И этот класс мы с вами тоже здесь пропишем. Все вспомогательные модели мы с вами таким образом описали, и теперь можем воспользоваться ими для описания всей архитектуры сети UNED. Для этого в классе UNED Model мы с вами определим инициализатор, в который будем передавать количество каналов входного тензора, вот здесь вот три канала, то же полноцветное изображение будем передавать, и количество выходных каналов. Вот здесь вот на выходе будет формироваться маска с бинарными значениями. Либо пиксел относится к фону, либо к объекту. Поэтому количество каналов у нас будет единица. Задача бинарной сегментации. Ну а далее вот здесь вот у нас с вами формируются необходимые блоки. Блок 1, 2, 3, 4 – это как раз вот эти вот блоки. То есть это первый блок, второй, третий и четвертый. Потом вот это вот свойство, bottleneck – это два вот этих вот сверточных слоя, то есть бутылочное горлышко, как раз сжатая информация входного изображения, который представляется вот этим вот тензором 1024-32х32. Ну а дальше идут блоки для формирования непосредственно маски. Это вот эти вот блоки. Блоки для декодирования. Первый, второй, третий и четвертый. Ну и на выходе, наконец, последний сверченный слой с количеством необходимых классов. То есть вот этих вот классов, которые мы здесь с вами задали. В данном случае на выходе будет формироваться один канал. Это формирование будет выполняться с помощью ядра 1х1. То есть мы количество каналов, которые будет поступать на этот последний слой, уменьшаем до количества наших классов. Соответственно, вот здесь вот мы с вами этот инициализатор и определим. Ну и, наконец, последний метод forward, который описывает логику обработки входных данных. Значит, делается это следующим образом. На вход здесь подается tensor x, то есть вот этот tensor x. пропускается последовательно через вот эти вот 4 блока. На выходе каждого из этих 4 блоков формируется значение, которое мы будем потом передавать по skip connection. Это y1, y2, y3 и y4. То есть вот здесь вот у нас y1, здесь будет y2, здесь соответственно 3 и 4. Дальше, tensor x, который вот здесь вот у нас получился, пропускается через два вот этих вот сверточных слоя. И вот здесь вот мы получаем уже измененное значение x. Вот оно. После этого tensor x подается сначала на первый блок декодирования. Вот, dec-block 1. При этом мы должны указать вот этот вот tensor x, который вот здесь вот подается на слой conf-transponse 2d. И второй tensor, который передается по skip connection. Это у нас y4. Таким образом, мы с вами реализуем работу вот этого вот блока. Ну и так для всех остальных трех. Значит, это будет у нас второй блок. Это третий, а это четвертый. На выходе четвертого блока мы с вами получаем tensor размерностью 64 канала и картами признаков 512 на 512. Этот тезер пропускается через последний сверточный слой, на выходе которого формируется итоговый результат сегментации. Соответственно, этот метод forward мы здесь с вами в таком же виде и прописываем. Все, в итоге у нас с вами получился класс unitModel, который определяет архитектуру и работу вот этой вот сети. Следующим шагом мы будем обучать эту модель. А для этого нужно сформулировать критерии качества, который будет использоваться в процессе обучения. И так как решается задача бинарная сегментация, то логично было бы воспользоваться уже знакомой нам функцией потерь бинарной кросс-энтропии. Однако она хорошо подходит для сбалансированных классов. В нашем же случае площадь объекта на изображение может быть много меньше остального фона, а значит классы могут быть сильно несбалансированными. В связи с этим в задачах сегментации применяется еще один критерий под названием DICE коэффициент, коэффициент DICE, который математически можно записать в виде вот такой вот формулы. Здесь x это результат сегментации изображения с помощью нейронной сети, а y это целевой значение, то есть там маска, которая должна получиться. В результате вот здесь вот мы вычисляем количество совпадающих пикселей именно для объекта. Пиксели фона здесь не учитываются. Ну а в знаменатель стоит сумма, количество пикселей, которые нейронная сеть отнесла к объекту, и количество пикселей, которое должно быть отнесено к этому объекту. То есть грубо говоря, это количество белых точек вот здесь вот на этом изображении, и количество белых точек на этом изображении. Вот так вот в двух словах можно объяснить принцип работы этого коэффициента. И он меняется в диапазоне от 0 до 1. Причем когда маски полностью совпадают, это будет единица, а когда не совпадает, это 0. Но мы при реализации функции потерь должны получить обратную картину. Когда все хорошо, у нас должен быть 0, а когда все плохо, единица. Поэтому итоговую функцию потерь можно представить следующим образом. Пусть это будет dice loss, называться вот этой функцией потерь. И она будет вычисляться вот так вот. Единица минус вот этот коэффициент dice. Но не просто коэффициент dice, а мы здесь вот еще единичку добавим. Эта единичка нужна, чтобы вот этот коэффициент dice несколько сгладить. И считается, что это хорошо сказывается потом на сходимости градиентного алгоритма. В программе мы с вами реализуем эту функцию потерь следующим образом. Создадим отдельный класс, пусть он называется softDiceLoss, который наследуется от класса model. То есть мы создадим свою функцию потерь. То есть вот есть стандартные функции потерь с помощью класса вот такого вот. А мы создадим свой класс для функции потерь коэффициента dice. Дальше здесь будет инициализатор, в котором мы сохраняем вот этот параметр смус, то есть вот эту вот единичку в данном случае. А метод forward говорит то, как будет вычисляться вот этот коэффициент dice. Значит, вот здесь у нас будет размер батча. Logits это, по сути дела, вот этот вот x. Targets это вот этот вот y. Ну и затем вот этот вот x мы с вами пропускаем через функцию активации sigmoid. Дело в том, что у модели сети U.net, которую мы определили, выход последнего сверточного слоя не подвергается никаким преобразованиям. А мы хотим пиксели вот этого вот тензора x интерпретировать в терминах вероятности. 0 это фон, а единица это пиксел объекта. Поэтому мы вот этот вот сигнал x и пропускаем через вот эту вот функцию sigmoid. Затем вытягиваем тензоры x, y по батчам и вычисляем их пересечения. Пересечения это просто произведение. Дело в том, что вот этот вот фон, цвет фона это 0. Поэтому, когда делаем умножение, все пиксели, которые попадают отсюда, вот они обнуляются автоматически. И вот это вот произведение даст нам нужное пересечение. Ну а сам коэффициент вот этого dice вычисляется следующим образом. Вот он. 2 умноженное на количество вот этих вот пересечений, плюс вот эта вот единица, деленное на количество вот этих вот значений x и количество значений y. Затем полученный коэффициент dice вычитается из единицы и возвращается вычисленное значение. То есть вот так вот мы будем с вами вычислять функцию потерь по коэффициенту dice. Поэтому здесь вот в программе после этой модели мы с вами пропишем вот этот вот класс soft dice loss. Ну а дальше уже непосредственно алгоритм обучения нейронной сети. Значит, первым делом у нас будут идти трансформации, которые мы будем применять к изображениям и к маске. Они, в общем-то, одинаковы. Мы сначала загруженное изображение преобразуем к тензорам, далее тензор преобразуем к типу flow32, и для изображений делаем нормализацию в диапазоне от 0 до 1. Для маски такую нормализацию делать не нужно, потому что маску мы с вами и так обрабатываем и приводим ее к диапазону от 0 до 1. Затем сформируем обучающую выборку, ну и саму модель на базе вот этого класса U.NET Model. После этого мы с вами зададим оптимизатор, два вида функций потерь, то есть это бинарный кросс-энтропия и коэффициент dice, число эпох обучения, и переведем модель в режим обучения. Ниже пропишем уже знакомый нам цикл обучения нейронной сети, то есть здесь вот итерации по эпохам, вычисление среднего значения функции потерь, здесь перебираем обучающую выборку, пропускаем батчи через нашу модель, вычисляем потери, потери вычисляется следующим образом, значит, LOS1 это бинарная кросс-энтропия, плюс LOS2 это коэффициент dice, то есть просто сумма двух вот этих вот функций потерь. Потом мы минимизируем эту сумму с помощью градиентного спуска, ну и увозим на экран вот эту служебную информацию, то есть номер эпохи и среднее значение функции потерь. После обучения давайте сохраним обученную модель, потому что если мы ее захотим потестировать на каких-то изображениях, сразу можно загрузить и посмотреть, как она работает. Ну и давайте непосредственно после обучения сделаем это тестирование. Значит, загрузим некое стороннее изображение, Karadin GPG, оно здесь заготовлено уже, давайте его откроем, вот оно вот так вот выглядит, и, соответственно, оно пропускается вот здесь вот через модель, и на выходе должна формироваться маска. Эту маску мы с вами отобразим на экране, и посмотрим, что она из себя представляет. Вот такая вот программа у нас с вами получилась с определением модели UNED и ее обучением на основе вот этой вот выборки dataset.sec. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Запустим эту программу, и начался процесс обучения. Нам нужно подождать 10 эпох. После обучения мы с вами увидели следующий результат сегментации изображения, которое не участвовало в обучении. Получилось, конечно, не самым лучшим образом, но это был исключительно учебный пример, в котором использовалась весьма ограниченная выборка всего в 20 изображений и 10 эпох обучения. Кроме того, сама структура сети UNED может быть значительно улучшена за счет встраивания в нее предобученных глубоких нейронных сетей, например, ResNet или VGG. В качестве домашнего задания переведите вычисление вот этой вот нейронной сети при ее обучении на графический процессор, расширьте вот эту вот обучающую выборку за счет аугментации изображений, то есть их трансформаций, и попробуйте увеличить число эпох обучения, чтобы в итоге получить более лучший результат сегментации автомобилей на изображениях.